Так, ребята, всех приветствую на канале. У нас доработка Piosini, китайская версия 4.3. Доработка заключается в световой индикации, добавлении при чтении и при записи. Сейчас идет у нас запись, видим, программа записывает, и при этом у нас Piosini отрабатывает. Ну, как бы очень удобно. То есть мы понимаем, работает прибор, или что-то пошло не так, зависло и так далее. Китайцы почему-то не стали ставить световую индикацию. Сейчас он дочитает, и я покажу по записи и по самой доработке. Все, видим, что запись у нас завершена, и прибор все больше светодиода не моргает. Теперь смотрите, выбираем чтение. Правда, там, наверное, придется проводочки отпаять, но попробуем и без этого. Нажимаем Read, выбираем, куда сохранить. Пусть будет рабочий стол. Файл обзываем как угодно, нажимаем сохранить. Да, видим, что светодиод начинает отмаргивать. Желтый у меня стоит, это на чтение. Чтение, соответственно, помедленней, и светодиод мигает медленней. Ну и чтение пошло. Так, по поводу доработки. Сейчас покажу на схеме, потом на плате. По доработке что нам потребуется? Нам потребуется даташит к микросхеме. Она собрана на FTAI 2232. Значит, под даташит увидим, что у нас канал, по крайней мере, в пиосинке так устроено. Канал 27 я подключил на TX, а 12 канал я подключил на RX. Если подключить 27 и 28, не мигает светодиод. То есть пиосинка, видимо, два канала использует. Короче, 27 у нас на TX, а 12 на RX. Далее. Ищем микросхему. Соответственно, ну и так было проще подпаять. Видим, 12 у нас идет на один канал, а 25, 26, 27 на второй канал. То есть 27 и 12. Проверяем еще раз по схеме. 27 и 12. Все, вот эти два канала подключены на TX, RX. Точнее, и RX, TX. Далее. Как подключаем по схеме? Берем 210 Ом. 210, 270, 260, 220. Короче, от 200 до 300. Светодиод. Светодиод подаем на 5-вольтовую линию. Потом через резистор. И к ногам 27 и 12 нашего FTDI. 27 и 12. Все, резидона есть. И тут, соответственно, больше не читается. Как это теперь выглядит, покажу. Пока он не читается. В принципе, я его уже отключу. Покажу поближе. Отключаем. Я еще не отмывал. Сейчас все это дело доделаю и отмою. Ну и дорожки эти с помощью лака зеленки закрою. Так, видим, вот у нас тут в TI 2232D. Чип китайский, соответственно. Но, тем не менее, работает. Светодиод, резистор. Светодиод, резистор. Общий у них плюс. Ушел вот на этот кондер. Либо на третью ногу процессора. Двенадцатая нога на один канал. И 25, 26, 27 на второй канал. И тем самым мы можем добиться световой индикатор. Плюс, если кому нужно светодиод питания, можно вот на этот кондер через резистор подать. Еще один добавит светодиод на питание. Но он мне не требуется. То есть мне нужно именно чтение записи. Работает он или завис. Все. И у меня еще был косяк. Одна из этих микросхем была не пропаяна. Ну, короче, пропаять пришлось. Хотя внешне было все, в принципе, неплохо у китайцев собрано. Вот, в принципе, все. На этом доработка именно вот этих красных плат. И больше, в принципе, ничего не требуется. А еще был косячок у китайцев. Вот здесь резисторы стояли на 10 кОм. А должны быть на... Точнее, стояли на 1 кОм. А должны быть на 10 кОм. Вот так вот. То есть китайцы тут напортачили немножко. Но это не сильно усугубляет положение. Так, в общем, в принципе, такой вот ролик у нас сегодня. По добавлению световой индикации. На этом, в принципе, все. Ну, а тут что я в корпусе сделаю? Я сделаю просто отверстие. Сейчас вымерю, где у меня диоды. И просто здесь высверлим отверстие. И закрою его какой-нибудь затычкой прозрачной. И все. Либо через световую ленту выведу на эту сторону. Но мне, в принципе, удобно. Потому что тут прибор лежит на столе. Удобно будет вывести где-нибудь для диоды светодиод. Сам корпус для меня особой важности не имеет. Так что отверстие для светодиода сделаем. На этом, в принципе, все. Всем удачи в работе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok